всем привет с вами артем мы продолжаем играть в хэви рейн и сейчас мы переместились полицейское управление где фбр ведь с чем я никак не могу запомнить ведет лекцию о том кто же такой наш убийца в прошлой серии я уже высказал одно свое предположение но она пока не вяжется вообще никак то есть единственное что там было это то что скотта шелби отдали коробку и такая же коробка оказалась у нашего главного героя ну я думаю мне кажется что такие таких коробок дохрена может быть поэтому тем более скотт пока что себя показывает как отличный парень поэтому как-то странно будет на него думать у меня еще была странная мысль насчет того что самый тон марс может быть им потому что у него же какие-то странные провалы в памяти происходят и вот пока вот он не помнит что происходит может он сам себе еще и оставляет записки вот эти может он сам сын и короче чуть не понимаю ладно счет все крайне запутано но мне интересно так лучше способ выследить хищника изучить его поведение звучит прямо как в книжке но речь идет о жизни ребенка продолжайте джейден вот что привлекло мое внимание время от объявления жертвы в розыск до обнаружения тела составляет от 3 до 5 дней но в эти дни всегда выпадает около 6 дюймов осадка ну и что нам с того все жертвы тонут в дождевой воде убийца действует осенью когда часто идет дождь он помещает их в какой-то колодец или пак под открытым небом и его заливает дождь и чем он сильнее тем меньше шансов у жертвы выжить затем я попытался определить область действия убийцы обычно первое убийство происходит рядом с домом чтобы сбежать безопасное место при любых осложнениях чем увереннее убийца тем дальше он отходит от базы проведя анализ мест из которых исчезали дети я обозначил зону в которой живет убийца и какова же площадь этой зоны пока что 10 квадратных миль круто в этой зоне живет тысяч десять людей вы собираетесь допросить каждого спокойно спокойно и данные позволят сузить эту зону мы сравнили тоже фбр подозреваемых и найдем убийцу и что же дальше в установленной зоне есть два подозреваемых подходящих под этот психологический портрет я хочу их допросить подери мы теряем время на чушь убийцы на свободе хорош сидеть на заднице надо найти его так этот убийца необычный манер он очень умен хитер и методич просто так на улице его не поймать так чувак давай-ка ты успокоишься сам никого не нашел кучу жертв запустила теперь блин еще орет что-то погибают при 6 дюймах осадка сколько у нас есть времени если прогноз правильный то меньше трех суток да закрутили так закрутили так понимаю один пришли к одному из подозреваемых подозреваемых никого вам на время зря потерять надо все же заглянуть раз пришли там никого нет теперь есть я не уверен что это закон зови полицию да япона мать что чё за энтео здесь жил критин дожидающийся конца света мы его недавно допрашивали потому что он устроил в парке черти что он метался и попил что мол слышат голоса да еще выдумал хосел несчастный что я антихрист и явился на землю мучить его вполне возможно так ладно давайте зайдем в это помещение библия псалмы это что такое возможно он себя как-то пытался защитить от чего-то здесь он спал окруженный святыми писаниями у кажется я начинаю почему начинаю понимать почему он слышал голоса я бы на самом деле уже очки бы его волшебные надел но он их почему-то не надевает что еще здесь есть где он мне интересно столько крестов то нашел что картины иисуса так а там что еще куча непонятных лекарств там же вроде чё-то на столе есть да блин управление с ума не сходи посуду он явно давно не мыл там именно сейчас надеюсь скримера не будет в зеркале нет откуда у него столько лекарства главное зачем они ему не ну зачем я понял что за лекарство интересно а так здесь был проход оказывается вот такой стоп там были строчки из библии правильно только почему-то почитать он ее не хочет подождите может что-то на кровати есть что мы не увидели да нет не ну я явно вижу что на столе что то есть видимо просто четки опа ну здрасте а вот и хозяин помещения собственно пришел и ребята мы и ждали ангелы если вы небесные охраните агент норманд джейден фбр у меня к вам несколько вопросов господь мой бог свидетель я ничего не делал я чист пред ним спокойно вас никто пока не обвиняет мы на пару слов так алиби где вы были в прошлый вторник вечером около пяти часов здесь я был здесь я молился весь день мне кажется он не втянет на нет нет я был один он хрестанутый он не мне додумается оригами собирать зачем столько распятий вы чего-то боитесь близок час божий гнев обрушится на людей я готов не он не додумался бы да это видно по нему явно убийца не он хотя прикиньте сейчас будет двойной занимаетесь работа есть я провожу все свои дни в молитвах всемилостивому богу о спасении всего человечества ты слышишь голоса натаниэль что они тебе говорят мы знаем кто говорит с тобой натаниэль мы оба это знаем не поминай его имя что он говорит натаниэль так чувак давай его не будешь это он посылает за новый жерт и все новой и новой так мужик 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 тихо я лучше со спины встану а то мало ли он сейчас побежит он отправил тебя за мальчиком в парк всю ночь тебя терзали голоса хотелось чтобы они умолк летать натаниэль блин ну сейчас психа нет я склеечку сделаю а то у меня сейчас закончится все пардон надо было это сделать иначе бы не у нас сейчас во время самого интересного момента произошло бы вы бы не увидели этих кадров короче нет нет не надо ты повиновался желая чтобы они умолкли ты похитил и утопил мальчика так и было нет молчи молчи ты убийца не так ли натаниэль а ну признавайся ублюдок господи какой же этот полицейский идиот ты антихрист прось пистолет направляйся к отцу живат он сам сатана он явился дабы погубить нас стреляйте бога ради ну антихриста не убить из пистолета натаниэль он слишком могуществен антихрист твою мать а ну убери пушку слушай мой голос натаниэль слушай только меня дед ты пожалеешь что бросил вызов по странцу небес ты познаешь силу божью я я убил его он слетел он слетел с катушек скучать не буду ладно идем блин я уверен его можно было успокоить но я не выдержал я что-то сам занервничал сейчас вы видели как он начал уже конкретно угрожать он начал вы получили приз облом он конкретно уже начал у него руки дрожали я уже не знаю как он конкретно собирался выстрелить мне было страшно ну да ладно ладно сюжет у меня построился именно так среда время 10.37 количество осады осадков 48 миллиметров так мы снова играем за скота за нуарного черного рыцаря ну или за белого рыцаря мы что за него трофей белый рыцарь получили ладно это мы куда приперлись то ребёнок и зачем давайте сначала постучимся что или позвоним звонок не отвечают только ребёнок плачет начало захватывающее блин конкретный такой детектив прям из из детективных историй так как бы нам пробраться внутрь я только не знаю зачем кому мы идём кому мы идём и кому мы хотим попасть внутрь а здесь оказалось открыто ну хорошо только я не совсем понимаю вот сейчас вот реально вот зачем он влез так кто-нибудь дома миссис болс никого все кончено я больше не могу позаботьтесь о моём ребёнке подождите она что в туалете что ли где 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 туалет она с собой покончить что ли решила миссис болс миссис болс миссис болс вы здесь вот твою мать что-то шелби прям я не знаю ой дура ой дура миссис болс миссис болс миссис болс слышите меня очнитесь очнитесь так надо ее вытаскивать отсюда нафиг не 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 все я уже окончательно не какой он нахрен подумал блин что он убийца совсем что с ума сошел хуй к черту убийца тут по-моему самый самый положительный персонаж который сейчас имеется да блин блин куда тебя покласть то господи с другой стороны надо было накрывать ее положить ну игра ну ты че сам надо мной издеваешься я вызову скорую я не хочу в больницу ой да плевать я хотел найдется чем-нибудь перевязать рану да наверное лежите не двигайтесь сейчас вернусь так в ванной надо найти бинды какие-нибудь да кстати надо бы руки помыть а то это занесем еще инфекцию какую-нибудь мне нужно это это и это так надо еще кровь идет такс держите сьюзан сьюзан вы слышите откройте так себе пока соню я помогу вам сьюзан все будет хорошо я позабочусь какой-нибудь помALI все будет и и как на ей его на погнали в заряжении и и на как ну хорошо вы полежите я позабочусь о ребенке ладно не зубы что ли гнилая на наркоманка что ли справитесь с ребенком я детектив я умею делать все да уж в этом я уже не сомневаюсь ясно так надо бы да надо бы руки помыть и бутылочка взять господину и свинарник конечно где она живет это ужас приветами но что тут у нас тряслось судя по запаху пора сменить подгузник да не реви ты господи чё ты ревешь и так как там это делается так блин двумя руками приходится нажимать да мне кажется ее это накормить надо там бутылочка стоит а кстати я там сзади бутылки увидел похоже быть пьет на походу мать очень яростно бухает нос господи как ненавижу этот звук хорошо хоть это не как в silence of the sleep когда у ребенка был замедленный им плач потом была жуть погоди я наклоню бутылочку чтобы плен ему какой знакомый актер озвучивает но все достаточно там кто-то за окном прошел молодец теперь ты довольна да теперь я тебя чуть-чуть покачаем чтобы ты сладко сладко хорошо давай осторожненько стиком делаем так интересно можно уронить ребенка не спрашивайте откуда у меня такие мысли все справились с ребенком наконец давайте выяснять что с ее мамашкой господи вот это у нее там бутылок-то пивных на столе ужас я даже заходил внимание не обратил на это спасибо что помогли с дочкой я не хотела ее бросать я просто отчаялась я не могу жить без джереми он был таким славным не представляю кто мог его убить то есть у нее был сын растите ребенка одна разве отец джереми с вами не живет он пропал вскоре после джереми я не знаю что на него нашло может он не вынес ударом с тех пор мы сами ли остались совсем одни я просто больше не могу я понимаю а муж ничего не сказал вам прежде чем уйти не оставил никакой записки нет не было никаких записок только какой то мобильник 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 да я нашла телефон в его ящике он точно не его я бы заметила пыталась включить но он не работает взглянуть можно да он он в ящике в гостин возьмите если вам нужен мне от него уж точно никакого давайте посмотрим никто из ваших родных не может помочь моя мать я бы не хотела просить ее мы с ней совсем не ладим но видимо придется уж лучше мать свой позови и да обещаю так давайте все таки сходим в гостиную выясним что не так наверняка телефон будет такой же как какой был у это на марса так а где гостиная то вот ага ну да телефон аналогичный совершенно я думаю пора уходить мы нашли мне кажется то что нам надо да конечно жуть с такой семьей выполнены выполнены Мы получили приз мистер няня. Да, я мистер няня. Я справился с ребенком. Пускай в видеоигре, но все же я справился с ребенком. Снова играем за Итана. Среда, время 11.03. Количество осадков 49 миллиметров. Теперь понятно, почему количество осадков нам все время пишут. Знаете, что меня интересует? Почему Итан не пошел в полицию с этими вещами? Вот у меня один такой вопрос. Простите. Эй! Ой, пардон, не слышал. Чем я могу вам помочь? Я пришел забрать машину. Может, он боится за сына, потому не... Ей-богу. И тачка стоит тут уже два года. Мы... Ни хрена себе. Мы... Мы вырвали ее каждый месяц. Шины и аккумулятор, все в полном порядке. Вот. Спускайтесь на третий уровень. Лифты находятся... Кстати, знатная у вас тачка, шеф. Да? Что ж там за машина-то такая? Даже интересно стало. Всегда пугали такие лифты, у которых стен нет. Как-то это, знаете, не знаю, страшно. Мне сегодня такая хрень приснилась, что я сел на свой лифт, он уехал куда-то вообще на 120-й с лишним этаж, и... Короче, он повис где-то в другой стороне, и там... Это что открылось? Вон она. Да. Ничего себе тачка. Слушай, вся убийца прям расщедрился, как я вижу. Так, ну что ж, друзья, давайте мы на этом моменте закончим эту серию. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Твич-канал, подписывайтесь на Ютуб-канал. С вами был Артем, всем всего хорошего. Пока. Пока.